В Израиле подбивают убытки от боевых действий. Цифры неточные, но довольно внушительные. И чем это грозит в знаменитой израильской медицине, об этом подробнее расскажет наш израильский САПКОР Сергей Ослендер. Хотя война еще и не закончилась, во всяком случае формально, но в Израиле уже подсчитывают убытки. Полпроцента от ВВП или 2,5 миллиарда долларов. Это только прямые расходы, косвенные еще предстоит подсчитать. И здесь все зависит от того, признают ли нерушимую скалу ограниченной операцией или войной. В первом случае компенсации будут ограниченными, во втором их размер существенно возрастет. Расходы на войну есть прямые. Есть расходы военных министерств, так сказать, на бомбы, на противоракетные обороны, на авиацию, на военно-морской флот. Есть ущерб народному хозяйству, разрушение, непрямой ущерб, предприятия не работают. Пострадали от войны, давайте будем называть ее так, сильнее всего сельское хозяйство и туризм. Отказы от туров, разгар боевых действий носили массовый характер. Не менее серьезный ущерб, нанесенный израильскому медицинскому туризму. Услугами израильских врачей пользуются десятки тысяч человек со всего бывшего СССР, в том числе из Украины. Отрасль очень серьезная. Около 500 компаний, тысячи рабочих мест, ежегодный оборот около миллиарда долларов. И сейчас руководители этих компаний обратились в правительство с просьбой о финансовой помощи. По израильскому законодательству мы обязаны держать человека, работника на работе. Но когда у тебя нет выбора, то заставить работника уйти домой ты не можешь. И поэтому мы просим правительства, это незаконно. Мы не хотим их увольнять, этих людей. Мы хотим, чтобы они вернулись к нам через какой-то период времени. И поэтому мы просим, что ту зарплату, которую мы как бы должны платить, мы просим, чтобы государство платило эти зарплаты. От войны пострадает и сама легендарная израильская медицина. Все дело в том, что приличная часть доходов от медицинского туризма шла на оборудование больниц и обучение персонала. Как всегда бывает в таких случаях, компенсировать убытки придется простым гражданам Израиля. Вот на моей памяти это уже четвертая война, и каждый раз налоги только возрастали. Что касается перемирия, то его срок истекает сегодня в полночь, и перспективы дальше неприятные. Хамас отказывается признавать египетскую мирную инициативу и угрожает возобновить войну. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.